Библейский портал экзегет.ру представляет 142-й псалом. Это плащ к Богу кающегося человека. Разговор о нем мы ведем в Московском Средневском монастыре, а записывает нашу встречу редакция портала экзегет.ру. В 142-м псалме отражена жизнь, переживание, чувство человека, которые льются из псалма, свидетельствуют о том, что он находится в окружении непримиримых врагов. Они желают его смерти, и только Бог в этой ситуации может ему помочь. Молится он горячо, возвышает голос, плачет и кается в своих ошибках. Покаянный настрой, устремленность к Богу, как к своему убежищу, апелляция к благости Божией. Как и общий стиль повествования, все это напоминает голос царя и пророка Давида. Видимо, не случайно древние собиратели псалмов написали в заголовке его имя. В септуагенте после слова «Давид» добавлено примечание, когда его преследовал сын, что, безусловно, намекает на Авесолома. В то же время, не все современные экзегеты готовы признать, что обретающийся в последней части псалтыри гимн был написан рукой самого царя Давида. Данный текст настолько похож на другие гимны Ветхого Завета, что невольно возникает вопрос, мог ли священный автор копировать сам себя. Любая заученная молитва может, конечно, повторяться многократно, но, как считают некоторые, трудно поверить, чтобы Давид занимался литературной обработкой своих собственных произведений. Псалом начинается с крика о помощи, после чего описывается преследование псалмопевца неназванным врагом. Вторая часть псалма состоит из серии обращений ко Господу о спасении. Особенность данного псалма заключается в том, что, согласно нему, ни один из живущих на земле людей не является безгрешным. Поэтому молитва псалмопевца основана не на апелляции к своей нищете или заслугам, а на праведности Бога, его благости, его милосердия. По своей лексике, стиле и написанию, 142-й псалом он связан с предшествующим учением Давида. В обоих случаях речь идет о молитве. О молитве и изнемождении духов псалмопевца. Псалом 142-й завершает собой серию из семи покаянных псалмов. Рассмотрим подробнее его содержание. Первые два стиха. В них псалмопевец трижды обращается к Богу со словами, напоминающими другие псалмы. «Услышь молитву мою, внемли молению моему, услышь меня». Бог истинен и праведен. Оба слова указывают на твердую основу завета между Господом и Его народом. Завет сохраняет свою силу даже во время общественных потрясений. «Праведность Божия выше беспристрастного совершения судопроизводства гражданским судьею. Благость Божия подвигает его защищать свой народ». Во втором стихе псалмопевец признает несовершенство человеческой природы. Он не свят, как Бог. Он просит Господа не вступать с ним в суд. Потому что он, как и все живущие на земле люди, не идеален. Это единственное место в Ветхом Завете, где так радикально говорится о повреждении злом всего человеческого естества. То же самое и говорит и апостол Павел в словах «Делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть». Апостол использует греческий перевод псалма для доказательства того, что ни евреи, ни язычники не могут себя спасти делами закона, потому что все согрешили и лишены славы Божией. По апостолу Иоанну тот, кто кается, получает прощение, а нераскаянного грешника ждет суд. Умоляя себя пред Богом, псалмопевец называет себя его рабом. Это свидетельствует о том, что он молится не о справедливости, а о милости Божией. Он зависит от Господа и поэтому старается быть преданным своему небесному Господину. Третий, четвертый стих. «Союз ибо, который в синодальном переводе просто опущен, вводит объяснение причины вышеуказанной слезной просьбы к Богу. Выражение «враг преследует душу мою» и «втоптал в землю жизнь мою» является параллелизмом, описывающим то давление, которое оказывает на псалмопевцев преследование врага. Поскольку в третьем стихе указывается на врага в единственном числе, а в девятом стихе — во множественном, можно предположить, что недругов было много. В таком случае единственное число «враг» является собирательным образом. Прог Иеремия описывает бедствие, постигшее Иерусалим, в результате нападения войск вавилонского царя, как жизнь в темном месте. Авторы 142-го псалома используют аналогичные слова для описания страданий человека, который балансирует на границе жизни и смерти. «Тьма, точнее, темное место — это намек на преисподнюю, мрачное подземелье, давно умершее, это спящее вечным сном, у которых нет никакой надежды на избавление». Тем самым псалмопевец говорит о том, что ему не хватает жизненных сил. Уверенности в завтрашнем дне его хватило безнадежность, и поэтому его жизнь стала подобна аду. Враги хотят, чтобы псалмопевец не просто ушел в тень, но исчез с лица земли. В силу этого он стал ощущать себя ходячим мертвецом. Выражение «уныл дух мой» и «онемело сердце мое» также являются параллелизмом, описывающим безутешность положения псалмопевца. Он оцепенел от страха, стал ошеломленным и опустошенным. Пятый и шестой стихи. Для того, чтобы прийти в себя, псалмопевец вспоминает, размышляет, беседует сам с собой, бормочет обо всем том, что Господь сделал для своего народа. Указанные здесь дела рук его – это не творение мира, как в других псалмах, а чудеса, явленные в истории Израиля. С детства псалмопевца воспитывали на историях, по которым рука Божия постоянно спасала Израиль от врагов. Но когда Господь отринул свою десницу, псалмопевцу ничего больше не оставалось, как свои руки поднять в молитве. Жаждущая земля – это пустынная земля, высохшая от недостатка ручьев и дождей. Художественный образ устьев земли, которые жаждут воды, берется здесь из срцания трещин на пересохшем грунте. Псалмопевец использует образ безводной земли для сравнения своего стремления к Богу с путешественником, пересекающим пустыню в поиске источника свежей воды. Схожий образ использует и евангелист Иоанн для описания желания самарянки напиться от источника воды живой, которым по четвертому Евангелию является Господь Иисус Христос. В конце шестого стиха в еврейском тексте стоит значок «села», который указывает на то, что завершился смысловой раздел, здесь можно сделать музыкальную паузу. Седьмой-восьмой стихи. «Слабеет, чахнет дух мой» — это образное описание того, как я уподобился нисходящим в могилу. Псалмопевца ждет трагическая участь, если Бог его не спасет. От этой мысли он теряет сознание. Если Бог отвергнет свое лицо, это будет означать, что он оставил, отверг псалмопевца. Поэтому он начинает настойчиво требовать скорейшего ответа от Господа. С раннего утра, на рассвете, вполне возможно, что его просьба стала ежедневной. Поднимаясь с постели, он начинает свой день с молитвы, ибо, как показывал ему опыт прошлых поколений, Бог помогал тем, кто молился к нему с раннего утра. Левиты, которые всю ночь несли свою стражу в храме, также ожидали ответ на свои молитвы на рассвете. «Укажи мне путь» — эти слова выражают уверенность, что Бог через свое слово может вразумить и руководить жизнью верующего человека. Но для того, чтобы услышать наставление свыше и пойти за ним, верующий должен испытывать благоговение перед Богом, страх перед его именем. Выражение «к тебе возношу я душу мою», как и многие иные фрагменты из данного псалма, являются калькой аналогичного высказывания из других псалмов. «Возносить душу» означает направлять свое сердце и свой разум навстречу Богу. Устремленность души вверх подчеркивает страстное желание молящегося, чтобы его прошения поднялись к небесным чертогам Бога. В девятом стихе автор псалма повторяет просьбу об избавлении от врагов. При этом он указывает причину, по которой в этом ему должен помочь Бог. «Ибо к тебе я прибегаю». Глагол «избави» показывает, что псалмопевец находится в руках своих врагов, словно добыча в пасте льва. Употребленный в конце девятого стиха глагол «покрывать» показывает, что Бог для псалмопевца является укрытием, покров которого он прибегает, спасаясь от врагов. Слова «ты Бог мой» ставят учение Господа выше всех человеческих наставлений. Автор псалма стремится исполнять волю Господа, ибо Господь является для него Богом, объектом почитания и поклонения. Его воля – это то, к чему он благоволит. Его воля – это то, что ему, Богу, нравится. К праведникам он благоволит. Желающие исполнить волю Божию записывают его закон к себе на сердце. Служители его обязаны исполнять его волю. Его дух, то есть стиль поведения, характер отношения к людям, исполнен благости и милосердия. Дух Божий толкает Бога на проявление сострадания. Поэтому псалмопевец уверен, что Господь выведет его из горных ущелий, где он прячется, на прямую землю. В буквальном смысле слова земля прямая – это ровный, плоский ландшафт. Именно так по книге второзакония была характеризована плоская равнина к востоку от Иордана, принадлежащая колену Рувимову. В переносном смысле прямой, как и прямой путь, значит без кривизны, правильный, честный. Жезл небесного царя – это жезл прямой, потому что он судит справедливо. В 11 стихе псалмопевец дважды напоминает Богу о его милосердии. Слово «ради» не просто напоминает Богу о его завете со своим народом. Выражение «ради правды» или «ради имени» апеллирует к личности Господа, поскольку Бог по природе благ, ради имени Своего Он не только подкрепляет мою душу в минуту скорби, но как добрый пастырь выводит к злачным пажатям, где я ни в чем не буду нуждаться. Поскольку Бог благ, Он может меня оживить и спасти от напастей. Раз слово «правда» стоит в параллели со словом «милость», значит, двигателем Божьей справедливости является благоволение к человеку, его доброта. Заканчивается псалом просьбы истребить и погубить врагов и угнетателей. Упомянутые здесь благословения и проклятия перекликаются с описанием завета по второзаконию. «Быть верным завету значит снискать благоволение, нарушить завет, попасть под проклятие. Угнетающие мою душу это не просто неприятели, с которыми не хочется общаться на общих мероприятиях, это притеснители, которые предпринимают враждебные действия, чтобы досадить или даже уничтожить своих оппонентов. Поскольку по мысли псалмопевца он стоит на одной стороне с Господом, он его раб, поэтому он воспринимает своих врагов как врагов Божиих и молится об уничтожении противников своего небесного Господина». Подведем итоги. Последние стихи 142-го псалма кому-то могут показаться жаждой мести. Однако сравнение с другими псалмами показывает, что причины негодования авторов священных гимнов было множество нечестия врагов, их бунт против Бога. Может быть, кто-то скажет, что в конфликтной ситуации с недругами надо принять образ раба и терпеливо нести свой крест со словами «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Конечно, Иисус рекомендовал своим ученикам быть кроткими и смиренными, благословлять проклинающих и благотворить ненавидящим. Но это не означает, что проклятие как форма наказания Божия при этом перестало существовать. В притче о страшном суде овцы и козлища не просто ставятся по правую и левую сторону от верховного судей, они получают благословение или проклятие. Овцы приобретают благословение и наследуют царство Отца за свое милосердие, а козлища попадают под проклятие и отправляются в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, прежде всего за свое жестокосердие. Конечно, горизонт мышления псалмопевца лишен вечной перспективы. Он ограничивается реалиями этого мира. Однако поскольку и избранный народ, и сама земля в его понимании принадлежат Богу, значит их нужно защищать, оказывая злу сопротивление, не дожидаясь того света. В том и состоит отличие псалмов от богословия апостола Павла, что для апостола наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. А типовой псалмопевец желает с раннего утра истреблять всех нечистивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok